здравствуйте всем привет как вы наверное поняли речь пойдет о дэвиде айки я как-то приложил руку к тому чтобы информация от него появилась в русском просторе информационном то есть я перевел его первый диск брикстон academy выступление одна из первых вот и когда пересмотрел русский перевод этого диска первого потом еще раз послушал английский пошла какая-то информация интуитивно почувствовал что что-то тут не то и это дело оставил начал искать дальше ну то есть это был процесс такой интересный у всех думаю есть вот потом я еще переводил его несколько выступлений таких коротких где он очень дает хорошую информацию истинной нашей природе то есть что по идее человек собой представляет вот и только спустя вот несколько лет когда уже практически есть определенный опыт скажем так нахождение в этой информационной зоне действия всяких всевозможных направлений вот приходит реальное понимание что зачем и как делается итак откуда растут ноги у дэвида айк итак откуда ноги растут у дэвида айк и так откуда ноги растут у дэвида айк как-то занимательство получилось но вся история дэвида айка начинается с женщины по имени алиса бейли некоторые из следующих данных были взяты из детального исследования терри мелансона основателя и веб-мастера известного сайта conspiracy archive.com он пишет алиса анна бейли была ведущая последовательность российской теософистки елены блавацкой той самой основательницы теософии в 1920 году алиса бейли создает компанию да и lucifer publishing company что переводе на русский значит издательская компания люцифера хотя в 1922 году она изменила название компании на lucish trust тем не менее люциферское миропонимание от этого только как бы усовершенствовалось этот trust люцифера занимался тем что провозглашал работу так называемого вознесшегося мастера который посредством духа работал через алису бейли на протяжении 30 лет в результате это издательская компания люцифера с ее множественными представительствами исполняла работу согласно так называемого генерального плана для создания постоянного lucish trust эры водолея и совсем не удивительно что этот trust люцифера на сегодня является мощным влиятельным учреждением который имеет консультативный статус при организации объединенных наций сюда включаем место на еженедельных заседаниях организации ООН но самое главное это само собой разумеющееся мощное влияние на всевозможных компаний на всевозможные компании и их бизнесы а также на национальных лидеров во всем мире вот так искусно прикрываясь пожеланиями всем народа добра доброй воли этот lucish trust активно участвует в содействии идеологии глобализма оккультная организация этой алисы бейли тесно связана с международной конспиративной деятельностью так называемой элиты эти организации такие как совет международным отношениям билдерберги и трехсторонние трехсторонние комиссии все документы можно будет найти кто интересуется деталями вот по этой ссылке 3w conspiracy archive new age lucish trust . html дух который работал через алису бейли называл себя джуаку он оказался очень продуктивным и выдал человечеству множество книг в этих книгах описан блестящий план в котором подробно изложены многие аспекты мирового правительства о котором мы сегодня уже конечно все наслышаны как о правительстве нового мирового порядка цитаты из книги в период подготовки для нового мирового порядка будет проводиться устойчивое и регулируемое разоружение выбора не будет ни у кого ни одному государству не будет разрешено производить или собирать какое бы то ни было оборудование что можно было бы применить в разрушительных целях или же для нарушения безопасности любого другого государства разумеется или подразумевается что будет какая-то одна сила которая будет этот закон как говорится воплощать в жизнь в разделе своей книги экстернализация иерархии что назван как шаги на пути к новому мировому порядку Алиса Бейли на самом деле излагает процесс подготовки человечества к новому мироустройству в другом разделе под названием проблемы правительства она наглядно изложила план который позже стал основой для трехсторонней комиссии где четко изложено как разделить мир на три блоки но сначала она пишет приближаясь к реалиям правительства под руководством нового мирового порядка мы сталкиваемся с очень сложной ситуацией появляются основные разнообразные направления мыслей которые в условиях нового мирового порядка будут и должны разворачиваться в виде синтеза как это сильно желает новая духовная иерархия планеты благодаря тому что она являлась одной из основательниц идеалов и философии людей что заняты глобальным планированием ее писанина получила огромнейшую известность и популярность у другой группы людей это так называемое движение new age новый век обширные писания Алисы служат основополагающим убеждениями нью-эйджеров и по сей день Дэвид Айк в последнее время как это видно согласно с этим всем полностью в своей книге недавней которая называется «Большой секрет» он говорит две организации порожденные работами Алисы Бейли Lucy's Trust и Всемирной Организации Доброй Воли обе они являются преданными сторонниками Организации Веденных Наций Алиса Бейли основала эзотерическую школу Аркана она утверждала что общается с сущностью которая назвалась как Тибетская и благодаря которой было выпущено ряд книг такие как «Иерархия мастеров» «Всем лучей» «Новая группа слух мира» и «Новая мировая религия» Бейли говорит что ее тибетский мастер сказал ей что Вторая мировая война была необходима для защиты Божьего плана это звучит конечно нелепо но в Нью Эйдж в этом информационном потоке есть много людей которые считают что все является частью Божьего плана даже глобальный Холокост попробуйте теперь понять почему Дэвид Айк учит в своих выступлениях и книгах то что он там преподает обличая большого брата всю эту рабскую систему при этом ведя за собой массы к новому миру устройству описание которого уже давно было изложено в книгах Алисы Бейли Дэвид Айк тоже не скрывал если вы видели его ранние выступления свои дружеские общения с потусторонним миром а именно с духами которых он называл как парни guys по-английски в своих ранних интервью он рассказывал об этих сущностях такие как Тарат Ракорский который тоже был убит ну и так далее вознес по ссылке что будет в конце этого видео вы сможете найти множество материала по этой теме но здесь стоило бы обратить внимание на сущность самого Ракорского в теософии Ракорский является одним из вознесенных мастеров это такого рода сущности которые так высоко вознеслись что уже они не присутствуют в рамках физической реальности но зато теперь они все время помогают человечеству на пути его развития в течение ближайших лет что приближается всеобщее просветление и помогают нам на этом пути вознесения и прочих чудес что ждут нас всех впереди так вот Ракорский был особенным вознесенным мастером о котором писала в свое время Алисабелли и особенно интересно то что Дэвид Айк называл его властелин всего творения а в других местах он как-то называл его властелин цивилизации и мол этот властелин непосредственно отвечает за все изменения которые Земля сейчас претерпит претерпевает и претерпит будущее думаю нетрудно догадаться чьим рупором получается является пробудившийся Дэвид Айк и кто имеет возможность и время покопаться в деталях ссылка в описании этого видео снабдит вас всем необходимым я хотел бы рассказать вам о том о чем не будет говорить ни один официально пробудившийся в наше время мастер или спикер в интернете вы сами сможете кстати найти этот сайт называется он zeitgeistchallenge.com этот посвященный фильму Дух Времени так вот с 1 октября 2010 года после того как вышел первый фильм zeitgeist Дух Времени этот сайт предлагает тысячу долларов наличными для любого кто сможет просто и доступно показать первоисточники где указаны все перечисленные детали тех богов или богов этих божеств языческих так умело которые рядом перечисливаются в фильме и все они сравниваются как бы идентифицируются одинаковые к Иисусу как не трудно догадаться до сих пор никто этого не сделал и не сможет сделать в будущем а расчет здесь очень простой и показывает лишь то что наши в кавычках кукловоды очень хорошо осведомлены о нашей лени и невежестве во многих вещах поэтому ложь с их стороны не наказуема а скорее поощряема сверху что вам никогда не расскажут наши просветленные иллюминаты так это то что христианство существовало более трехсот лет до того как возник Ватикан со своим культом об этом так можно найти мельком у того же Гурджеева который как-то в свое время занимался этой темой исследованием христианства но в светской истории вы найдете множество записей массовых бойней и истреблений людей буквально длившиеся всю раннюю историю христианства для человечества для человека того времени поверившего учению и ставшего христианином это означало с легкостью отказаться от земной жизни и испытать муки ада которые так искусно тогдашние правители устраивали христианам практически повсеместно и регулярно почти каждый император Рима начиная с ним рода неустанно проводил геноцид христиан он скармливал их львам на аренах заживо сжигал для собственного и развлечения и развлечения публики вот какова была жизнь христиан первые три тысячи триста лет своей истории решение стать христианином это значило быть подвергнут подвергнутым пыткам и быть убитым публично как вы понимаете это не было решением которое люди могли делать с легкостью христианская вера ничего не имела общего с вавилонской языческой религией Рима вот это и есть главные причины почему христиан так ненавидели в Риме и повсеместно их уничтожали наглядным примером тут может быть римский император Диоклетиан который думал в свое время что поубивался уже все христиан поэтому он себе по этому поводу воздвигал памятники где хвастался своими достижениями на этой почве на этой почве на его памятниках как правило было написано выгравировано Диоклеан Диоклетиану Иовиану Максимиану Геркулесу Цезарю Августу за то что везде искоренялся и веру Христа тем самым продлевая поклонение богам но когда поняли что христианство не истребить так как это представляло собой более мощную идею нежели язычество правительство приняло решение прекратить бойню против христиан и вместо этого оно устребилось полностью управлять христианство поначалу было бы неразумно объявить христианство официальной религии Рима потому как сами вы можете себе представить было бы шоком для всех языческих граждан это и было как раз время когда весь этот языческий символизм начинает медленно но уверенно переползать христианство под руководством системы конечно все эти добавления в новый религиозный коктейль были сделаны с тем чтобы в определенной степени умиротворить язычников и внедрить их символизм в новую диктуемую временем религию которую все пытались уничтожить за последние триста лет вот главный ключ к пониманию всего того что произошло с христианством как символизм влияет на сознание людей это уже другая более глубинная тема но в принципе здесь как раз и кроется этот ключ к пониманию почему современные люди называющие себя христианством христианами практически ничем от язычников не отличаются и как раньше язычники молились на свои земные радости так и до сих пор люди называющие себя христианами продолжают это делать это не их вина но это их беда вот этот ключ к пониманию не даст вам ни один просветленный ныне деятель ведь сама библия ее древние рукописи что были в ходу во время их преследований абсолютно не поддерживали какие-нибудь любые из языческих символов именно поэтому ватикан провозгласил чтение библии в двенадцатом веке нелегальным и продолжал заживо сжигать настоящих христиан с их незаконными в кавычках библиями прикованными вокруг их шеи что говорить даже сегодня церковники не поощряют и не рекомендуют самим прихожанам читать и изучать библию если это вне их контроля ее отеческого наставления нам говорят что лучше оставить священникам право для интерпретации толкования библии для нас вот почему почти тысячу лет библию было запрещено переводить на любые языки кроме как на латынь латынь язык как речь это чисто рукотворный язык римской культуры вернее не культуры а римского культа который прекрасно понимал что такое язык для человека на котором он общается когда римская империя завоевывала новую какую-то землю она тут же вводила понятным делом римских первосвященников туда и она вводила латынь как общение с церковью с богом и искореняла по возможности скажем местные языки и поэтому латынь по идее не по идее а по своей сути и перевод то ли с арамейского то ли еще с какого-то древнего языка значит как язык проклятия ну а то что латынь является основой всех языков западной цивилизации тоже вам думаю о многом должно сказать но это опять таки другая очень глубинная тема о которой вам никакие просветленные иллюминати рассказывать не стану понятным делом если бы людям разрешалось считать библию то они сразу бы поняли что империя убеждает их верить и делать то чего близко нет в реальных источниках то есть в библии возьмите к примеру вторую заповедь второзаконие где написано не делай себе кумира и никакого изображения того что на небе вверху и что на земле внизу что в водах в водах ниже земли и не поклоняйся им и не служи и не служи им ибо я господь бог твой бог ревнитель ненавидящий за вину отцов наказывающий детей до третьего четвертого рода ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов любящим меня и соблюдающим заповеди мои спрашивается написано понятнее некуда это лишь говорит о том что просто людям не разрешали читать закон божий а продолжали внедрять языческую религию нового времени современные проснувшиеся учителя типа Дэвида Айка очень умело показывают всем языческие знаки и символы современной религии но никто почему то не показывает и не рассказывает как они оказались в христианстве и что они с последним ничего общего не имеют но такой ход имеет смысл со стороны иллюминатов нигде в Библии вы не найдете описание матери держащей в руках младенца к примеру и делающей что-то там кормяеву или еще что-то все это языческие символы рима упорно навязанные силой первые христиане не делали никаких изображений Иисуса так как это было бы нелепо и в противоречии самой идеи христианства из той же второй заповеди все же это случилось позже когда римский культ взял христианство под свою в кавычках опеку и начал говорить людям какое христианство должно теперь быть вот эти нимбы возьмите к примеру на голове святых где об этом говорится в библии но языческие боги не могли быть без нимбов поэтому мы сегодня без нимба никуда включая ту же тезисофию посмотрите там все вознесенные мастера все ребят с нимбами дэвид айк на своих выступлениях вы можете кстати их пересмотреть там будут три ссылки на недавние на недавние его выступления очень полезные очень умело связывает в таком масонско-теософском стиле иисуса и рыб подчеркивая тем самым что библейская версия от иллюминатов и есть истина к примеру вот это вот еще одно изображение немрода в древнем мире он также был рыбный бог опять таки иисус рыба он имел шляпу в виде рыбы но фактически изображение из древнего вавилона вот почему у него митра на голове у папы римской тут дэвид айк ловко делает связь иисус и рыба мол одной поля ягоды нигде в библии иисус не ассоциируется с рыбой что не скажешь про оккультно про оккультную литературу от мадам блаватской она в принципе хотела соединить рыб с иисусом чтобы потом с этим всем закончить в новой эре водолея к этому приложили руки и последующие исследователи библии такие как Джордан Максвелл на материалах которых был сделан тот же самый дух времени вот Максвелл говорил что иисус это был рыбный король что в принципе не есть титулом для иисуса вообще-то иисус не был рыбой или рыбаком он был сыном плотника если иисус набрал учеников из рыбаков разве это повод считать его рыбой или он как-то к примеру накормил множество людей с помощью двух рыб а через пару дней он еще раз это сделал но уже с большим количеством рыбы и хлеба почему бы об этом не поговорить нет конечно потому что это тогда разрушит версию иллюминатов что эра рыб иисус это одно и то же символ так вот иисус другие чудеса к примеру делал приживил ухо приживы при как бы приживил к своему врагу но мы же не будем его за этого считать ушами или еще чем то в этом роде символику рыб что использовали христиане во время преследований тоже сюда можно притянуть и хитро использовать что иллюминаты и сделали но тем не менее если почитать то что еще осталось от библии то можно очень легко заметить что эта книга все равно осталась анти иллюминатской по своей сути но как видно невооруженным глазом сегодня все делается для того чтобы библия была последним местом куда можно было бы обратиться ища правду нас очень умело разводят по информационным загонам чтобы следовать каждый за своим пастырем нового времени даже если человек считает что он свободен от любой пропаганды он тем более верой и правдой будет служить своим инстинктам что закодированы в его человеческой сути но введение в скором времени микрочипов лишь помогут таким людям более продуктивно выложиться на благо системы в которой мы все с вами живем нас всех готовят к золотому веку где будут жить одни просветленные люди руководимые просветленными мастерами получается что нас в очередной раз зомбируют в особенности ненавидеть библию говоря о последних временах к примеру что наступают в библии иисус говорил придаст же брат брата насмерть и отец сына и восстанут дети на родителей и умертвят их и будете ненавидимы все за имя мое претерпевший же до конца спасется все это было сказано и это все можно видеть уже сегодня но претерпеть до конца вовсе не значит ничего не делать как многие себе это могут понять а вот что нам делать предложений много сегодня для нас но все они почему-то неэффективны и приведут нас к неблагоприятным последствиям в этом видео я не собирался и не собираюсь рассказать вам что делать как быть я собрался лишь показать вам то как нас четко и умело разводят и готовят я надеюсь к будущим событиям я надеюсь что информация которую вы в этом видео увидели вам пригодится внизу этого видео есть ссылки на недавние выступления Дэвида Айка и я думаю его очень полезно пересмотреть еще раз как бы под новым ракурсом и увидеть как ловко Дэвида Айк манипулирует сознанием людей с одной стороны он говорит Дэвида Айк имею ввиду что мы не есть тело правильно мы есть сознание мы есть единство вечно блаженствующие и основан на принципах любви но есть они манипулирующие нами элита задача которых держать нас в этой скорлупе яйца нашего тела наших информационных рамок и вот они причина всех наших бед они прекрасно знают что наступает время растет сейчас энергетика практически наступает совсем другое информационное пространство это можно заметить по всему в погоду в первую очередь и по всех процессах где везде происходит казалось бы все выходит из под контроля на самом деле не обманывайте себя запущены несколько одновременно информационных проектов какой бы из них не выиграл где бы из них не выиграл везде он будет работать на систему почему такая система устойчивая чтобы это понять нужно как есть популярные выражения зри в корень то есть посмотреть откуда растут ноги в этой системе и никто за исключением нескольких людей в современном информационном пространстве не может совершенно четко рассказать и показать откуда именно эта система в которой мы сейчас находимся на чем она стоит а стоит она на законе три единства святой тройцы он практически этот присутствует везде во вселенной вот как в религии отец сын то есть бог сын святой дух три единства точно так же эта система своими корнями стоит на три единстве все построено по принципу корпорации корпорация это тот же самый как допустим Алиса Белли писала Люцифер trust что такое trust trust это тройца всегда присутствует в каждом части это тройца в каждой корпорации грубо говоря есть тройца то есть это тот кто управляет тот кто эту корпорацию создал то есть создатель управляющий и тот кто получает как бы ну бенефит выгоду из этого всего и вот по этому принципу все создано таким троичным образом как матрица и эта система но это другая тема я хочу вести к тому что они прекрасно иллюминаты иллюминаты тех кто управляет этой системой знают что сейчас у всех растет энергия и самое ценное что есть у человека это наше внимание мое внимание ваше каждого и вот ваше внимание по большей части вот один день хотя бы напишите по списочку на что вы тратите ваше внимание я уверяю вас что большую часть если не все ваше внимание вы тратите на ваши человеческие ценности это говорит о том что мы с вами живем в дисгармонии в этом они заинтересованы потому что они контролируют человеческую ценность нашу каждого из нас что мы есть по сути внешне проявленные они это контролируют и вот они заинтересованы в тем чтобы мы наше внимание направляли на что-то проявленное все время что нас угнетает что нас обижает что нам что-то не дает вот и тем самым мы забываем концентрировать свое внимание на непроявленной части то что мы не можем понять почувствовать осознать подумать но оно существует как и вся дуальность всегда существует мы концентрируемся только на том что проявлено в нашем мозгу нашей реальности где угодно то что мы можем подумать осознать и любая информация которая заставляет наше внимание сконцентрировать только на одной стороне медали делает нас беззащитными потому что мы делаемся дисгармоничными а вот как привести себя в гармонию ни один просветленный иллюминати вам не скажет вот но это возможно это возможно делать это нужно делать но для этого нужно собираться вместе в одном информационном потоке и я думаю что Дэви Тайк или ему подобные подобные мыслители они обречены на то что в конце концов они посеют плоды того что они пожинают вернее пожмут плоды того что они сеют вот так что я надеюсь что вы что-то почувствовали сделали какой-то для себя вывод я этому очень буду рад и до следующих встреч пишите как обычно до свидания и подогнал подогнал